Вот эти двери – это красная зона. Они всегда засыпают уже отдельно. Руководитель городской поликлиники Гаша Шинкау и медперсонал Северного ковидного госпиталя показывают представителю регионального Минздрава и съёмочной группе телекомпании «Черкеск» полностью оборудованные помещения. На тот момент уже было известно, что приём в стационар первых пациентов начнётся менее чем через сутки, а потому проверка оснащённости учреждения аппаратурой, средствами индивидуальной защиты, медикаментами была как нельзя кстати. К слову, подобный осмотр, но с участием первых лиц республики, проводился здесь ещё в апреле нынешнего года. Тогда динамика заражений коронавирусом вынудила власти Карачаева-Черкесии создавать условия для размещения новых больных. Оперативно на базе филиала городской поликлиники был оборудован резервный госпиталь на 150 пациентов. На 150 коек у нас имеется 52 койки, которые оснащены необходимым реанимационным оборудованием. То есть это 26 коек аппаратами инвазивного ИВЛ и 26 коек аппаратами неинвазивного ИВЛ. Это обязательные требования Минздрава России, которые мы выполнили. Плюс за это время, пока мы последнюю неделю готовились и вводили данный госпиталь, мы получили 15 новых аппаратов, из которых 10 аппаратов это инвазивного ИВЛ и 5 аппаратов неинвазивного ИВЛ. За время работы северного ковидного госпиталя медикам удалось помочь многим пациентам. Затем наступил некоторый спад активности вируса, что позволило региональному Минздраву перевести учреждение и его персонал в резерв. Почти всё оборудование было перевезено в оставшиеся открытыми госпитали при городской и республиканской больницах. Однако с конца лета начался новый виток, а потому стал очевидным скорый вывод этого здания из резерва. Аппарат неинвазивной вентиляции лёгких – это самый первый необходимый прибор для лечения тяжело больных хранитом. То есть, что он делает? Он нам заменяет функцию лёгкого. Благодаря этим аппаратам и вывод неинвазивным. Причём это относительно недавно было сделано открытие. Выживаемость, процент выживаемости больных намного выше. Это приборный монитор, который показывает актериальное давление, чистоту сердечных сокращений и один из немаловажных показателей – насыщение крови кислородом. Новый руководитель ковидного госпиталя Шамиль Шаманов показывает аппараты, которые могут помочь в сложных для здоровья пациентов ситуациях. Шесть из них были доставлены в Карачаево-Черкесию буквально на днях. На данный момент медучреждение полностью укомплектовано как персоналом, так и техническими средствами. Примерно на 90% это совершенно новое оборудование. А вот подавляющее большинство сотрудников уже имеют большой опыт работы в условиях пандемии. Все врачи со стажем работы, так же, как и стационарные доктора. Каждую медсестру, каждого врача мы как бы отбирали, выбирали, можно сказать, чтобы были уже подготовлены. Также коллектив из среднего медицинского персонала, медицинские сестры у нас квалифицированные, чтобы мы могли также работать руками, делать внутривенные инъекции, как полагается. Персонал госпиталя набирался из тех людей, кто уже работал в этом госпитале, в первую, так сказать, волну. И те, кто пожелал работать. Но жёл очень такой, знаете, жёсткий довольно отбор, потому что хотелось всегда собрать наиболее продуктивно работающих, наиболее хорошо работающих. Так и получилось. Надеемся, что этот госпиталь ещё будет одной из основных баз по влечению ковидных больных в городе Черкесии. По словам представителя Минздрава, полная готовность госпиталя к нынешнему этапу стала возможна благодаря тщательному изучению развития эпидситуации в регионе. Это всё позволило на втором этапе намного спокойнее, намного в более выдержанном режиме, продуманно, будем так говорить, подготовить эту ситуацию. Есть неснижаемый запас. Бахилы, маски, респираторы, антисептики. Всё необходимое есть. Сюда заходим, это размывочная. У нас установлены шлюзы. Это всё обрабатывается дезинфекторами. Человек заходит сюда. Здесь у нас работает дезинфектор, который обрабатывает. Человек после смены, когда становится на подгон, его обрабатывают с ногой головы. Время в экспозиции, вот у нас написано 10-15 минут, мы его выжидаем здесь. Следующим делом мы идем дальше. На какой-то период времени эта экскурсия по красной зоне последняя, когда можно так, запросто, без специального снаряжения посетить опасный для здоровья участок. Ну а следующий выходной у Северного госпиталя ожидается не скоро. Ведь в ближайшей перспективе постоянные чередования бригад медиков, шестичасовые смены врачей и медицинских сестёр, потом отдых и новый временной отрезок, за который надо успеть очень многое. И главное – это сберечь здоровье людей. Артур Махцемиха Каракелян. Итоги недели. Красная Крым. Красная Крым. Красная Крым. Продолжение следует...